Ну что ж, всем доброй ночи, в восьмом туре я играл с молодым шахматистом из Новосибирской области, Палатом Борисовичем Бадыра. Да, партия получилась очень сложной, у него заниженный рейтинг 1700, но тем не менее подает с двух рук и Е4 и Д4, поэтому я особо не готовился, а за доской принял решение пойти вот в этот горшок. Это закрытое Бинони, количество способов, позволяющих белым получить приличный перевес огромно, и даже мой противник с этим видимо впервые столкнулся с такой, ну откровенной ерундой, вот. И поэтому очень много потратил времени напрасно, лез в цитнот, так, А6, А4, тут я решил пойти Ж6, ну самый логичный ход, конечно, здесь слон А6, есть неплохой ход конь Ф3, вместо коня на Ф3. Ну вот, тут стало сказываться, что опыта в подобных позициях у моего противника, видимо, вообще нету, и он пошел конь Е2, ну, я захватил пространство на фланге и начал готовить размен чернопольных слонов. Удовлетворительной защиты А6 нет, но надо сказать, ну, как бы Балат попытался поставить коня на Ф3, но уже поздно, вот. Ну, надо сказать, что черные, конечно, добились очень многого. Пешки Ц5, Д6, Е5, они так, ну, контролируют кучу интересных, таких важных черных полей, на которые, к огромнейшему моему сожалению, ни одна черная фигура не попадает. Ну, я все-таки нашел возможность приблизить коня к пункту Ф4, если бы он не сыграл А5, я подозреваю, партия бы просто закончилась в ничью. То есть, просто вот Белая бы поставили коня на Е2, пешку на Б3, слона на Ц2 и стояли бы, чесали ногу на месте. Очень тяжело пробивать. А здесь у меня все-таки появилась игра на ферзевом фланге против пешки Б2. То есть, с одной стороны, пугаю матовыми атаками на королевском фланге, типа, кони Ф4 хочу пойти. Я не удивлюсь, если эта позиция для черных не очень хорошая, потому что пространства мало. Слон Ц8, как это обычно бывает в Биноне, это слон очень тупой. Слона Д3 можно при случае перекинуть на А4. Что делать со слоном Ц8, непонятно. Ни на что не нападает вообще. Тут мне повезло, что Балат решил смахнуть ферзей. Очевидно, что с каждым разменом фигуры гроссмейстера увеличивают свою силу. Вот, и эта позиция не исключение. То есть, потихонечку, значит, мне удалось провести Ф5. Удалось активизировать короля. И, ну, понятно, что все равно позиция ничейная. Даже после взятия на Ф4. Но мне повезло, Балат решил пойти конь С3. Конь Ф6, Б3. На оценку это сильно не влияет. У белых похуже, но ничья держится. Причем достаточно несложная. Я придумал следующий план. Привел короля. Вернул короля в центр. Вот. И собрался. То есть, тут уже у белых наметился приличный цикл. Ну, то у меня было время подумать. Вот. И я наметил переброску короля к пешке А6. И дальнейшая активизация на королевском фланге. Начал с активизации. Владьяна H2 фантастически тупая. К сожалению, непонятно, как это использовать. Здесь Балат сообразил, что конь на Ф4 сильно его разменял. Но тут у меня уже второй конь на Ф4 пришел. Это было подготовлено. То есть, вот, если бы белые смогли поставить слона на Ф1 и провести Б3-Б4, вскрыть линию Б, ну, у них было бы, наверное, близко к выигранной была бы позиция. Если честно, я считал наиболее неприятным. Ну, правда, Ладью H2 непонятно, как вводить в бой. Вот ее бы на А1, слона на Ф1. И у белых просто лучше. Уже удары на А6 грозят. Владья с Ж5 рискует не выйти. Вот, но Балат пока не спешит. И дает мне растаять фигурки так, как я хочу. Привел я короля на С7. Тут конь Ф1. Я смотрю, а мне, оказывается, Ж3 грозит. И после АЖ конь бьет Ж3, грозит АЖ4. Надо ходить конь АЖ5. Белые успевают сыграть ладья Ж2. Может быть и там у черных есть неплохие шансы на победу. Я, кстати, уверен, что есть. Но тут я обнаружил, что могу взять ФЕ. И если бы он взял слон бьет Е4, то я собирался ходить А5. Ну, Ж3 я не боюсь. Там на АЖ3 подвисает. Взять я на А5 не боюсь, потому что ладья бьет Б3. И она либо на Б2 залезет, либо на С4 начнет нападать. Вот. А после ФЕ, ну, король пошел защищать пешку А6. И я обнаружил такую идею. Ладья Ж3. Конь никуда особо пойти не может. С Е3, потому что, ну, слон Д1 ходить неохота, из-за конь Д3 шаг. Непонятно, правда, как хорошо это для черных или плохо. Вот. Дать шаг на Д3. Может быть, это и не угроза вовсе. Но ладью АЖ2, понятно, что белые захотели ввести в бой. И я этим немедленно воспользовался. Я взял на Е3, взял на Ж2. И у нас сейчас будет две пешки за качество. Позиция уже совершенно выиграна у черных, потому что тут, может быть, король А7 стоило пойти. Но мне нужно активизировать ладью Б6. И короля привести на Ф6. Ладья активизируется в последний момент. Она пока приковывает фигуры противника к защите пешки Б3. То есть, вот это уже легкая победа. Ж5, пешка пошла вперед. Сейчас АЖ3 грыжу сыграть. Ладья Б7, брать на А6 нельзя. Ладья АЖ1. И здесь колоссальный глюк. Сделай же любой ход. Ладья Ж7. Ладья АЖ7. Ладья АЖ7, да, самое простое. Если ладья Ж1, то уже АЖ3. С угрозой АЖ2. Потом Ж4. То есть, черные начинают собирать урожай, ничего не отдав взамен. И тут меня посетил глюк. Я пошел Ж4. И после ладьи... Я видел только ход слон бьет Ж4. Я бью, и нельзя бить пешку из-за конь Ж2. После ладья АЖ4 партию пришлось выигрывать заново. Объективно позиция ничейная, я думаю. Конь Ж6, ладья АЖ1. Да, тут пешку АЖ6 надо заищать. Надо придумать, как активизировать слона. И при этом не потерять пешку А6. И у нас наступил цикл. Вот еще и ладью надо тоже ввести в бой. Но мне удалось найти такую идею, значит. То есть, мы чуть-чуть постояли. О, оказывается, я повторял ходы. Ха-ха. Я пригрожу якобы пойти слон Ж2. Вообще, место слона на Ж6. Чтоб он давил на Е4. Вот. И после активизации ладьи, там, шах и съели. Ну, примерно как в парте, в общем, получилось. Я делаю вид, что хочу поставить его на Ж2. Противник мешает этому. Поэтому на слон Ж2 последует ладья АЖ7 шаг. И ладья, вторая ладья заходит за пешкой А6. А первая сторожит пешку Б3. Поэтому мы не торопимся. Здесь слон Ж2. Пристал к пешке Е4. А тут понял, что смысла в этом нет. И вообще, грозит ладья А4, Б4. И если бы вот здесь... Ну, да. На ладья А4 я собираюсь пойти слон Д7. Сбить ладью. И перебросить слона на Ж6. Последовала ладья Ж1. Ладью на Ж8 не пускаю. И вот слон отправился на Ж6. Мне удалось его туда перевести. Противник, слава богу, ничему не мешал. Ничего не пытался активизировать. И ладья отправилась на третий ряд. Бить на А6 нельзя. Из-за ладья бьет Б3. Если ладья Ж3, то последует ладья А2. И вообще будет... Давайте покажу. Ладья Ж3, ладья А2 нельзя бить из-за того, что Белый Король неожиданно попадает под такие вот неприятные шахи. Ну а после ладья А6 съели на Б3. Не позволяем активизироваться ладья Ж1. На пешку Д6, естественно, плюем. Потому что слон, конь, ладья и король с легкостью плетут матовые сети. И эта позиция, несомненно, выиграна. На С1 уходить нельзя из-за конь Е2 вилка. Сейчас угрожает ладья Д1 в шах. И на короле в два конь А3 съели ладью. Ну а после ладья Ж3 угрожает король Е3. И ладья Д1 мат. Поэтому... Ну последовало короле в два. Единственной защитой было ладья А8. Но защита такая малоубедительная. Я уверен, что здесь черные очень быстро должны занотовать. Ну, как минимум, да, я, по-моему, форсированно забираю ладью Ж3 за коня. Что-то типа такое... А, стоп, тут же мат. Конь Д3, да. То есть он просто не успевает грозить ладья Д1 и конь Д3 мат. Если ладья уходит по линии Ж куда-то. После король Е4. То король Е3 и ладья Д1 мат. То есть мат неизбежен, оказывается. А я что-то нервничал. Король Ф2, ладья Д2. Но здесь понятно, что король Ж1 еще позволяла мата избежать. Но я думаю, что эту позицию можно особо не оценивать. Тут любые ходы практически выигрывают. С лишним слоном, я думаю, что справился бы. Но после короля Ф1, ладья Д1. Белые сдались, так как на короле Ф2 следует конь Д3 мат. И похоже, что у меня на этом турнир мой заканчивается. Завтра я играю с единоличным лидером. К сожалению, играю черными. Естественно, Дмитрий устраивает ничья. И едва ли я буду сильно противиться. То есть я вошел в дележку пока что второго места. Но старость не радость. Плюс вот эти почти 90 ходов сегодня. И партии все затяжные получились. Из хороших новостей для меня. У меня не такая плохая физическая форма, как я ее оценивал. То есть я выдерживал по 80-100 ходов. Ну и плохая новость. Качество игры. Качество игры, конечно, меня не очень сильно устраивает. Особенно попытки запомнить теорию. Вместо того, чтобы понять, что куда надо ставить. Вот над этим, в общем, буду работать. Ну и в общем-то все. Всем, кто за меня болел, огромное спасибо. Без вас я бы выступил. Без вашей поддержки однозначно выступил бы хуже. Все. Всем спасибо. До новых встреч. И остановить трансляцию.